Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвлазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4, в общем, ссылка есть в описании. Не так далеко осталось до нового года в GTA Online, и в честь этого Rockstar начали делать недели с бонусами для ограблений. Помимо праздника приближается выход нового обновления для GTA Online. И разработчики дают хорошенько так заработать перед выходом обновления. Как раз таки эта бонусная неделя посвящена ограблению Казино Даймонд. Но давайте обо всём по порядку. В первую очередь, конечно же, не забывайте про лайки и подписки для поддержки автора. Эта неделя в GTA Online получилась достаточно интересной и жирной. Всем желаю приятного просмотра. Мне на самом деле нравится, что разработчики делают вот подобные недели в своей игре. Ведь это так хорошенько поддерживает интерес игры в GTA Online. В первую очередь, на этой бонусной неделе Rockstar бесплатно раздаёт автомобиль Baxter's Burrito. Я на самом деле не знаю, зачем он нужен и кто им будет пользоваться. Учитывая, что когда вышло ограбление Казино, эту машинку захейтили. Типа полляма стоит, а нифига не валит. Но на халяву почему бы и не забрать. Также, зайдя в игру на этой неделе, вы в подарок получите раскраску Weekend Racer для Банши. Но, конечно же, я ничего не получил. Да, если честно, сам по себе Банши в своей жизни не пользовался. Но на подиуме в Казино на этой неделе в качестве призового транспорта будет Pegasi Zorosa. Между прочим, эта машинка на Лежендаре стоит 2 ляма. И получить её из Колеса Фортуны на этой неделе будет достаточно приятно. Ну а что же во всеми забытом автоклубе? Ну а тут у нас стоит в качестве премиального транспорта Vapid Dominator GTT. Стоимостью 1 миллион 220 тысяч долларов игровой валюты. Чтобы его получить, нужно занять первое место в гонках автокуба в течение трёх дней. Шо там у нас интересного по выплатам? А тут у нас очень много всего. А именно тройные выплаты за все режимы противоборств в казино Diamond. Также двойные выплаты за сюжетные задания казино Smith Baker. Ну и так, то, что не связано с казино, это двойные выплаты за режим противоборства, зона десантирования и двойные выплаты очков репутации автокуба за гонки от точки до точки. Конечно, в эти режимы поиграют немного, а затем забудут. Но это не так важно. Что там у нас по скидончикам? В первую очередь, хочется отметить скидку в 35% на пентхаус, а также его ремонт. На самом деле, этот пентхаус бесполезная штука. Я как его купил в 2019 году, так и побывал там пару раз. Но если вы ждали на это скидку, то пожалуйста. Также на этой неделе действует скидка в 40% на абсолютно все шмотки в казино. Если вы, конечно же, модник-огородник, то эту скидку вы, скорее всего, ждали. Нет. Также действует скидка в 40% на такой транспорт, как Аверон, Парагон, ПР-4, РС Танк, Рампат Рокет, ну а также С-80, РР и Вагранд. На самом деле, из этого списка я бы взял РС Танк чисто для фана. А так, я покупаю машины, и они у меня там стоят несколько лет. Поэтому, если вы ждали скидку на какой-либо транспорт из перечисленных, то пожалуйста. Ну а самый шикарный подгон на этой неделе, который только можно было придумать, это форма заключенного из GTA 3. Все, что вам нужно, чтобы получить ее, это заплатить 4,5 штуки за трилогию, после чего зайти в нее. И после этого действия в течение 72 часов форма будет доставлена в ваш гардероб. Самое интересное, что Рокстер называет это бесплатным предметом. Моя остановочка. Ладно, что-то я в говно наступил, давайте вернемся обратно к GTA Online. Не, ну если серьезно, самое жирное на этой бонусной неделе это алмазы при ограблении казино. И тут я хочу вас обрадовать, дропаются они с таким же шансом, как и золото. Если вспомнить пантеру на Кайоперика, получали мы ее всего лишь один раз. А тут вон в фарме сколько твоей душе влезет. Ну или же сколько этих самых алмазов лезет в твою сумку. Я и мой товарищ на последних секундах вынесли 2 миллиона 700 тысяч долларов игровой валюты. Что на Харю составило 1 миллион 20 тысяч долларов игровой валюты. Если вас задолбала Кайоперика, то советую сходить на казино, особенно вдвоем. Как я говорил в своих предыдущих роликах, казино это мое любимое ограбление из доступных в игре. Тут сейчас и выплата на 2 рыло очень хорошая, и оно достаточно интересно проходится. Хочу сказать, что эта бонусная неделя получилась очень хорошей. Если на предыдущие ограбления были двойные выплаты, то сейчас на тоже Кайоперика стоит ждать пантеру. Учитывая, как они сделали с казино. Ну я сеньпень, я что-то замечтался, двойные выплаты на Кайоперика, ага-ага. Ну а что вы думаете по поводу этой бонусной недели, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а если тебе хоть как-то понравилось данное видео, то поставь ему лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. И тут типа эпичный взрыв такой, да? Ну и это, не забудь глянуть еще вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok